В Железногорске готова к открытию долгожданная зона отдыха Собольки. У нас есть еще один подарок для горожан. Наша елка. Она облюбовала место около танцевального концертного зала. И считаем, что горожан поудивляем. Полный зал и море оваций. В Шушенском прошли концерты победительницы шоу «Голос. 60 плюс» Лидии Музалевой. Я победила только благодаря Шушенскому. Они же не учли, что за мной не только Москва, Калужская область, но за мной еще Сибирь. И вот эти 2% – это Шушенская. На традиционный турнир в Лесостейбирске по вольной борьбе имени Колпакова съехались спортсмены со всего края. С этого турнира много ребят, которые вышли в дальнейшем в большой спорт. В Железногорском парке культуры и отдыха имени Кирова готова к открытию долгожданная концертная площадка под открытым небом – Собольки. Это большое событие не только для парка, но и для всего города. Мечты сбываются, и это очередной подарок для железногорцев. Если говорить о предыстории, то задолго думалась о том и мечтала, чтобы появилась какая-то такая интересная современная экоплощадка, на которой бы проводились мероприятия, праздники. Вот это место горожане облюбовали задолго. И по традиции открытие первоначального парка изначально здесь была летняя эстрада. И горожане всегда вспоминали о ней, вспоминали с хорошим настроением и говорили, как бы замечательно было бы, если площадка вновь возразилась. Мы запустили эту мысль. И в прошлом году Министерство строительства Краснодарского края определили программу «Городская среда», где были конкретно прописаны парки. После того, когда мы с горожанами вместе определили, что эта площадка должна принять участие, сегодняшний день она осуществилась. Любимица, гордость и землячка шушенцев Лидия Музалева в очередной раз собирает полный зал зрителей в районном центре культуры. Певица уже много лет не живет в Шушенском, но постоянно приезжает на родину, где все считают ее своей. Да и она тоже представляется любой публике сибирячкой. Здравствуй, дорогая, родная, любимая Сибирь. Здравствуйте, жители поселка Шушенское. Я с огромной радостью сегодня стою на этой сцене и благодарю вас, что вы пришли на наш концерт. Год назад шушенцы увидели Лидию Музалеву среди участников популярного шоу на Первом канале. Особый восторг вызвало представление певицы-жюри. У меня бабушка тоже хорошо пела. Я выросла в далеком селе Шушенское Красноярского края. Где Ильич был? Да, в ссылке. И венчался с Надеждой Константиновной Крупской, кстати. Он в церкви. Где-то у меня было лет пять. Церковь снесли, построили дом культуры, в котором я успешно занималась в художественной самодеятельности. Как мне однажды батюшка сказал, когда благословлял меня на голос, я говорю, какую же мне песню спеть? Отец Георгий, он говорит, спой негромкую песню. Я говорю, ну там же голос надо показать. Он говорит, а иногда можно так прошептать, что все оглохнут. В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты ноги недорогая на плечи ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Соседи Лидии Михайловны пришли не только с цветами. Певица выходит в зал и получает море комплиментов и заготовленных сюрпризов. Верили, верили все мы в эту победу твою. Даже тебя, дорогая, слышишь, всем сердцем люблю. Певица также захотела составить себе на память и волну зрительского обожания. Певица помогает шушенские музыканты, Участники оркестра народных инструментов под управлением Владимира Казенова И виртуоз игры на баяне Юрий Носков. Спасибо Господу, что я не заплакала сегодня. Значит, сибирский характер проявляется. Вообще сибиряк – это национальность. Вот не хочется расставаться с вами, честное слово. Расставаться с любимой землячкой никто не желает. И стар, и млад стоят в очереди за автографами. В Красноярском крае заработал новый интернет-ресурс. Теперь жители могут узнавать о текущей экологической ситуации из мобильного приложения Красэкологи. Информация о качестве воздуха собрана с 11 автоматизированных постов наблюдения, которые расположены в Красноярске и его пригороде – Ачинске и Зеленогорске. Там отражены показатели уровня загрязнения, влажности воздуха, данные о температуре и атмосферному давлению. Сведения обновляются каждые 20 минут. По мере подключения новых территорий показатели будут появляться в приложении. Продукт подготовлен Министерством экологии края совместно с региональным центром мониторинга качества окружающей среды в рамках национального проекта «Экология». В крае 575 социальных объектов подключили к интернету. Это прежде всего школы, учреждения государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и фельдшерские пункты. Теперь педагоги и школьники на селе могут пользоваться интернетом скоростью 50 мегабит в секунду. В городских школах – 100 мегабит. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 2 миллиардов рублей. В 2020 году к интернету подключат еще 707 объектов, в том числе бюджетной организации арктической зоны региона. В этом году череду зимних развлекательных событий открывает парад снеговиков, организованный Союзом молодежных сил на базе Центра образования «Перспектива». 2019 год стал юбилейным годом для парада. За эти 5 лет поменялось многое. Но неизменным остается то, с каким удовольствием дети и взрослые лепят снеговиков. В юбилейном параде приняли участие более 100 человек или 20 команд. А ведь в самом начале приходило не больше 8. Участники выбирали всего 4 номинации. Это «Робо-снеговик», «Символ 2020 года», «Безумное чаепитие» и «Дорога в школу». Больше всего заявок подали в номинацию «Символ 2020 года». И около «Перспективы» появилась целая компания веселых мышек разных форм, цветов и размеров. Мы участвуем в номинации «Символ года 2020 года». В этом году поучаствовала в параде и команда медиа-журналистов. Столько эмоций и драйва, говорят, не получали довольно давно. За полтора часа медиа-журналисты придумали и, главное, слепили добротного снеговика. Получился полноправный член команды журналистов. Снеговик – творческая личность с камерой на перевес и носом из микрофона. В параде снеговиков в основном участие принимают ребята младшей школы и их родители, но и для самых юных тоже найдется дело. Малыши усердно катают маленьких снеговиков или помогают старшим раскрашивать снежные фигуры. А чтобы разогреться, ребята из Союза молодежных сил устраивают флэш-мобы. Что сказать, танцуют все! Главная идея парада – сплотить семьи, объединения, классы. Ведь где, как ни при лепке снеговиков, требуется понимать друг друга с полуслова. Парад снеговиков – это мега-супер-крутое мероприятие! Центр довольного образования «Перспектива», которая сплотает огромное количество людей. Вот, смотрите! Снеговики около «Перспективы» будут радовать нас еще долго. В прошлом году они стояли до весны. Юношеский турнир по вольной борьбе стал уже традиционным и проводится в нашем городе в 23-й раз. Основало утвердил его первый глава города Лесосибирска Николай Колпаков. Юные борцы со всего Красноярского края приезжают к нам в город, чтобы принять в нем участие. В этот раз в схватках приняли участие порядка 80 спортсменов из Лесосибирска, Красноярска и Енисейска. Участвуют ребята от 11 до 14 лет. Здесь есть участники и тренера особенно, которые изначально уже принимают участие. 23-й раз ни одного соревнования не пропустили. Один из героев нашего сюжета – Олег. Занимается вольной борьбой уже порядка семи лет. В турнире он не принимает участие, так как не подходит по возрасту. Однако опыт и знания есть, поэтому в этот раз он был судьей. И хоть со временем интересы карьерного роста ушли в другую сферу, бросать вольную борьбу не планирует. Вот эти вот всякие элементы, там были броски, неброски. Я это увидел, когда пришел с другом просто посмотреть. И все, и как бы мне понравилось. И я решил, что может попробовать. И пришел, попробовал, и все-таки решил остаться. Еще один уже участник из Красноярска – Абрам. Вольной борьбой занимается с пяти лет. Уже успел принять участие в турнирах. Самой большой мечтой любого спортсмена называет участие в турнирах мирового уровня. А главным качеством – характер. Характер, сила воли, дух, не знаю. Характер, мне кажется. Главное – не допустить ошибок. Я как бы на ковре только об этом думаю, а не то, что там. Выиграть как-то сверхъестественно. Мне главное – отбороться и показать то, что я отрабатывал на тренировках. Показать, на что способен, и все. А то, что выиграть как-то там – это не важно. С каждым годом на этом турнире виден огромный прогресс в мастерстве наших спортсменов. Такие соревнования – это популяризация вольной борьбы, обмен опытом, а также поддержка дружеской связи с другими городами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова